Здравствуйте! Я хотел бы вам постараться ответить на два вопроса, которые интересуют не только, наверное, вас, но и интересуют прежде всего меня. Что такое психология и кто такой психолог? Ну, я постараюсь как бы ответить издалека на этот вопрос. В психологии я уже практически 15 лет, если считать, начиная с периода моего обучения в ВУЗе, по этой специальности. И когда я поступал на первый курс, у меня не было никакого абсолютного понимания, что такое психолог, что такое психология, чем они занимаются. Но уже как бы на первом курсе достаточно много нам сказали определений, что это за наука, кто такой психолог. И, в принципе, к концу первого курса, да и у многих людей к первому курсу складываются сомнения, что психология — это наука о душе. Такое определение, такое понимание вытекает из самого значения слова «психология», из древнегреческого слова, в основе которого лежит корень «психа», «психе», «душа», и «логос» — наука, познание, то есть путь познания души. Именно такую трактовку, такое понимание все время дал Аристотель в психологии. Однако, чем больше я учился, чем больше я узнавал в области психологии, в области этой предметной области, тем менее уверенно я мог сказать, что психология — это наука о душе. И более того, сейчас, уже по прошествии 15 лет с моего первого курса, на вопрос, что такое психология, я, если меня спросят профессионалы, я постараюсь уйти от ответа на этот вопрос. Я могу сказать, что психология — это наука о психике. Но тогда закономерно встает вопрос о том, что такое психика. И вот здесь, безусловно, возникает проблема определить, что такое психика. Потому что психология, безусловно, это научная область знаний, отрасль, которая изучает закономерности функционирования работы внутреннего мира человека и вообще психической деятельности психики. Но определяя таким образом эту отрасль, безусловно, надо давать ответы на вопрос, что такое психика. Что такое психика, четко я вам сказать не могу. Потому что дело в том, что психология, объект нашей науки, он намного таков разнообразен, что в него входят и эмоции, в него входят и действия, в него входят и опыт человека. То есть, по сути дела, психология имеет дело с обширной областью явлений, феноменов, которые можно отнести в психическую жизнь человека. И однозначно ответить, что такое психология, невозможно, как не представляется. Во всяком случае, для меня те люди, которые быстро умеют отвечать на этот вопрос, либо в полные шарлатаны, либо в профессионал высокого уровня. Соответственно, второй вопрос – кто такой психолог? Можно сказать шутливо, что психолог – это тот, кто занимается психологией. Но это своеобразное такое тавтологическое определение. Наверное, оно все-таки не раскрывает суть этой профессии. Это профессия. Даже это, я бы сказал, не просто профессия психолог. Это определенная позиция. На самом деле, опять же, обращаясь к этому опыту, профессиональному, личному, не так много людей, которые заканчивают факультеты психологии, в дальнейшем работают психологами. Большая часть из этих людей не работают психологами. Психология, как высшее образование, как профиль профессиональной подготовки – это определенный культурный базис, который закладывается в человеке. Базис понимания себя, базис понимания других людей, базис взаимоотношения между собой и другими людьми. И, на самом деле, это образование именно такое фундаментальное. И именно на него вы можете потом своеобразно нанизать любые другие профили подготовки, хоть юридические, хоть экономические. Но в центре наших современных отношений в жизни – это, конечно, отношения между людьми. Психология имеет непосредственное отношение к этому. Поэтому профессия психолога, безусловно, она, я бы сказал так, носит мировоззренческий такой характер. И, прежде всего, психология, если вы хотите стать психологами, вам придется достаточно много освоить различных точек зрения психологии. Это тоже одна из специфик нашей науки, о том, что невозможно иметь какую-то одну точку зрения на один вопрос. Поэтому в процессе обучения у вас будет формироваться свое мнение, что такое психолог, что такое психология. Но, наверное, все же и вам, к концу вашего обучения, не совсем удастся четко определять, что такое психология. Да, это наука о психике, о психической жизни, о внутреннем мире человека. Но тогда придется отвечать, что такое внутренний мир человека, что такое психика или что такое сознание. Это вопрос внедряемый. И поэтому иногда, может быть, не стоит на них так резко отвечать, иногда надо чувствовать, что такое психология. Вот определить, вербализовать, что такое психология, чем она занимается и кто такой психолог, я, наверное, не смогу. А вот сказать, что я это чувствую, это да. И поэтому я вам тоже желаю, по крайней мере, чувствовать, что такое психология, кто такой психолог. И стараться выполнять свою деятельность, свои задачи в соответствии с этим чувством и этими намерениями. Спасибо. Удачи.